Итак, в синем углу октагона, боец весовой категории 66 кг, росту 70 см, ему 19 лет, профессиональный рекорд, одна победа, ноль поражений и ноль ничьи, кандидат мастера спорта по тайскому боксу, представляет бойцовский клуб Иссы Куль, тренер Канатов Халыс, боевой псевдоним Охотник, встречаем Тэмирлан Айбашев! И его соперник в красном углу, боец весовой категории 66 кг, росту 75 см, ему 27 лет, профессиональный рекорд, три победы, два поражения и ноль ничьи, представляет бойцовский клуб Аль Мунар, тренер Минджанов Тэнштэх, Таджиев Али, боевой псевдоним Буля, встречаем Гельдебай Улу Кыяу Бэк, бойцы на середину. Вот так, друзья, только что рекорд нам сообщил данные этих бойцов, которые в 1-8 финала показали отличные поединки. Особо отметился Кьялбек Кыльдебай Улу, который победил своего соперника во втором раунде глубоким нокаутом. Тот поединок выдался очень резвым, здесь очень резво начинает его соперник, молодой Тэмирлан Айбашев очень хорошо начал, молодой боец. Сейчас в некотором замешательстве оказался его соперник, таким сразу хочет первым же накатом, набегом взять соперника. Это вызвало такую ухмылку на лице у Кейлбека. Но сейчас посмотрим, что предложит его соперник. Все-таки начал он активно и отметим большую разницу в возрасте. 19 лет Тэмирлану, его сопернику 27 лет. 8 лет разницы, а сейчас попытка была войти в клинч. Но, как и в первом поединке в исполнении Кейлбека, этот бой, я думаю, тоже будет встречей источников. Никто пока не собирается идти в партер. Я думаю, ждет нас необычный конец в этом поединке. Давайте посмотрим. Предлагает схватку первым номером Тэмирлан Айбашев. И, как вы замечаете, с каждым таким наростом, с каждым следующим этапом в этом гран-при, схватки становятся очень захватывающими. Предыдущий поединок завершился нокаутом в первом же раунде. Акбар Абдулаев отправил своего соперника Эрбола Джолдошпек Улу в нокдаун. И победил. Что будет в этом поединке? И почему-то у меня такая уверен, что все три раунда этого боя мы не увидим. Очень хладнокровно действует Кейлбек Кильдибай Улу. И, самое главное, готов действовать с вторым номером. Выпал сейчас из момента. В том эпизоде, когда выходил на октагон Кейлбек, активно он размахивал ногами. Все-таки является мастером спорта по кейбоксингу. Представитель клуба Альмунар. Хороший удар. По-моему, звука было слышно в километре от места событий. Отметим, что нынешний турнир проходит под куполом государственного цирка нашей прекрасной столицы. И отмечу хладнокровность Тимирлана Айбашева. Несмотря на такой возраст, 19 лет, очень активен. Он очень хладнокровен, не теряется, не пылит, не заскакивает. Да, в таком положении незавидным оказался Кейлбек. Толи пытался уйти от захвата, поддался на это обманное движение, отдал свою голову. В таком положении кто будет сильнее, мы не знаем. Кейлбек свой первый поединок практически провел в стойке. Как он себя будет вести сейчас в партере, непонятно. Чуть больше 40 секунд остается до конца первого раунда. Давайте посмотрим. Мне тоже интересно. Встает боец красного угла. За спину ему забегание пытался сделать Тимирлан Айбашев. Скорее всего, в таких профилактических мерах, чтобы не допустить забега за спину. На таком хорошем расстоянии сейчас держит своего соперника Тимирлан. Буквально возле нас они сейчас находятся. Проходится что-то с бинтами на ноге от Тимирлана. Бинт сошел, но я думаю, дождемся мы гонга на окончании первого раунда. Есть сигнал. Очень хороший поединок. И что мне понравилось, сразу после сигнала такого, то ли сирена, то ли... Давайте буду называть и сирена, и гонгом. В общем, пожали друг другу руки. Вы знаете, такой боксерский удар, когда особенно человек не знает, как нанести удар. Он бьет так сверху, таким нахлыстом. Бэкфист в исполнении Тимирлана не достиг цели. И вот этот момент попытался пройти в ноги, в данном случае, Кейлбек. Вернее, Тимирлан. Кейлбек пытался противодействовать этому, поддался на это обманное движение. И в итоге голову свою отдал в этом эпизоде. Но ничего полезного, такого весомого, что касаемо очков или досрочной, тем более, победы, Айбашев для себя не смог вытянуть. Что ж, встречаются представители клуба Иссык-Кюль. Это Тимирлан Айбашев и Альмунар. Очень хороший у нас может получиться следующий полуфинальный поединок. Если в этом бою победит Кейлбек или Байтугу под боевым псевдонимом Пуля, то он выйдет на своего одноклубника. В данном случае Акбара Абдулаева. Очень часто за свою спортивную комбинаторскую карьеру я видел, как одноклубники бьются. В некоторых случаях они соблюдают некий фэйрплей. В других случаях тренерский штаб этого клуба разрешает бойцам действовать в полную силу. И вот так начался второй раунд. Кейлбек, Кейлбек, Кейлбек. Кейлбек, Кейлбек, Кейлбек. Кейлбек. Кейлбек.